Друзья, приветствую! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. И как в предыдущем видео, если вы помните, я обещал для вас порадовать вас новинкой, премьерой. Так вот, встречайте, это новинки. Два новых самоката от компании Ультрон. Ультрон X5 и X5 Pro. И в этом видео мы с вами поговорим, с чем они отличаются, на что они способны. Поехали! И так, друзья, небольшая предыстория. В принципе, два данных самоката, как вы видите, визуально они очень схожи с Ультроном Т108. И, соответственно, должна была появиться данная модель еще где-то года полтора назад примерно. Тогда, когда появился Ультрон Т128+. Как вы помните, это то же самое 128, только на 13 колесах. Более больший по габаритам и большим емким аккумулятором. Так вот, в силу определенных технических конструктивных моментов, завод приостановил, скажем так, производство данного проекта и не запустил его в серию. Но спустя там определенную промежутку времени все это доработалось инженерами, специалистами, тестировалось. И, как заявляет сейчас завод, что, в принципе, доработали до его логического уже серийного, в принципе, производства. Сейчас нам прислали такие экземпляры на тесты, чтобы мы потестировали, посмотрели, как с чего они работают и как они, соответственно, себя ведут. Вот поэтому мы с вами будем делиться своим впечатлением, своим мнением и давать обратную связь также на завод, чтобы, соответственно, какие-то моменты дорабатывать и дорабатывать. Также хочу, друзья, сразу доперед забежать. Дайте, пожалуйста, после, как вы видео посмотрите, свои комментарии, свою обратную связь, исходя из того, что сейчас здесь мы в этом видео увидите. Потому что для нас очень важно ваше мнение и ваша обратная связь. Ну что, поехали. Давайте с вами пробежимся по характеристикам данных самокатов, сравним их, в чем они отличаются. Итак, X5 слева от меня, X5 Pro справа от меня. X5 60-вольтовый на 3,2 кВт, то есть два мотора, каждый из них по 1600 Вт. X5 Pro 60-вольтовый по 3000 Вт каждый мотор в купе 6 кВт, получается 6000 Вт. Емкость аккумулятора у X5 60-вольтовый на 35 Ач аккумулятора, у X5 Pro 60-вольтовый на 48 Ач аккумулятора. По заявлению производителя, X5 максимальная скорость достигает до 75-80 км, пробег до 80 км. X5 Pro, учитывая, что здесь такая приличная емкость аккумулятора, максимальная скорость до 90 км и пробег до 100 км. Но, опять же, друзья, как вы помните, всегда я ранее говорил о том, что любой пробег на одной зарядке зависит от многих факторов, таких как вес райдера, манера езды и погодные условия. Поэтому, друзья, вот это не забывайте. И нужно учитывать эти параметры и моменты. Габариты данного самоката и вес самокатов вы можете видеть здесь на таблице. Кому нужно остановить, нажмите паузу и посмотрите внимательно и ознакомьтесь. Здесь база, в принципе, как вы и сами видите, друзья, взята из основы Ultron T108, который всем, в принципе, понравился, многим понравился, зарекомендовался достаточно хорошо. Добавлены просто 13-дюймовые колеса, изменена подвеска. Кстати, о подвеске хочу обратить ваше внимание. Подвеска здесь у нас стоит с вами сумм с регулировкой отскока. То есть здесь можно с вами регулировать планси и мягкость. Сзади тоже, кстати, у нас стоит с вами такая же подвеска и одна, кстати, подвеска. И, кстати, у многих задастся сейчас вопрос, резонный вопрос о том, что, а почему одна подвеска, если на 108-х, на 128-х классических стоит две всегда, да? То есть в том числе тоже сумма с регулировкой отскока. Я, в принципе, тоже задался таким же вопросом изначально, но потом, посмотрев, на 108-х и 128-х стоят по 1000 ЛБС, то есть того вкупе 2000 ЛБС, то здесь один стоит, но изначально уже 2000 ЛБС. Насколько его будет достаточно, это в любом случае покажет время и тесты. Мы будем тестировать, давать обратную связь и на завод, и, соответственно, с вами делиться, друзья. Но это в любом случае только после тестов. Что касаемо подсветки по бокам, друзья, ну это отдельно такая плюшка. Не знаю, как вам, если помните, первые вообще ультроны, там Т-11, Т-103 и так далее, ну даже те же самые 108-е. Сзади по бокам была такая подсветка лента, и она была изначально разных расцветок, там 3 или 4 оттенка, желтый, серый, красный, серый, бурмалиновый и так далее. Потом поменяли на однотонный красный, и многим не нравилась вот эта вот цветовая палитра, после того, как раз и поставили однотонный. Хочу сказать, что, в принципе, здесь, в этом случае, да, вот мне нравится реально о том, что цвета здесь разные, меняются они, и все, можно сказать, цвета радуги, и смотрится реально круто. Не знаю, друзья, как вам, если дадите обратную связь здесь в комментариях, буду вам признателен очень, тоже интересно ваше мнение. Может, на самом деле, масса людей, любителей самокатов сейчас скажут и поддержат, может быть, какой-то один цвет, да, может быть, красный просто, да, агрессивный красный, чтобы отсвечивался или бегала эта дорожка, тоже будет прикольно, вполне возможно. Поэтому, друзья, жду от вас комментариев и обратной связи. Что касаемо крыльев, как вы видите, крылья здесь изменены, и они, в принципе, отличаются от того же самого 108-го. У 108-го, как вы помните, такие прям кусок металла мощный, да, здесь-то это пластиковые такие современные уже крылья, в принципе, взяты за основу формата ультрона X3 и X2, соответственно, единственное, что побольше. Но сразу скажу, чтобы вы не подумали, что я там расхваливаю ультрон, да, то есть я всегда стараюсь рационально и объективно давать свою обратную связь со своей стороны. Что вижу, что замечаю, я делюсь и плюсами, и минусами. Сразу, чтобы я бросил за глаза, это заднее крыло, вот идет, да, вот конец крыла, сам по себе, да, то есть, но все равно вот это вот все грязь, да, то есть мокрость, и мы едем с вами, летит все это на ноги, на нашу спину, и мы будем чистые вообще прям в кавычках, да. Да, в комплектации идет брызговик, это все круто, но, друзья, я не знаю, ну, почему нельзя изначально, ну, досмотреть такие вещи, да, то есть и удлинить крыло. Мы, конечно, обратную связь обязательно дадим на завод, чтобы вот этот момент устранили, и, ну, крылья доработать, это там не так уж долго, и в серийку, чтобы запустили нормально уже адекватные крылья, чтобы брызговиков ведь не ставить. Так, что еще из моментов, минусов, да, которых мне не понравились лично, это то, что, учитывая, что самокаты сами по себе с немаленькой емкостью аккумулятора, то есть 35 и 48 ампер часов, тем более, да, комплектация 60-ти вольтовой на 2 ампер часа зарядное устройство. Друзья, ну, куда на 2 ампер часа зарядное устройство одно идти, на 35 ампер, ну, ладно, на 35 ампер вы поставили 2 ампер, хорошо, ну, друзья, 48 ампер и одна зарядка на 2 ампер в комплекте. Ну, сколько заряжать, ну, могли бы поставить там 5 или 4 ампер в комплекте, либо хотя бы, чтобы было в комплекте 2 зарядки по 2 ампера, да. Я могу сразу вам сказать наперед, что если завод это не сделает, да, то есть, ну, мы сами от нашего магазина это сделаем, и каждому клиенту, кто будет покупать самокат X5, X5, X5 Pro, например, да, вторая зарядка будет идти бонусом просто в подарок, вот, потому что, ну, такой, заряжать емкий аккумулятор всего лишь, ну, это сутки, друзья, даже больше суток заряжать, это не серьезно. Комплектуется, комплектация идет стандартная. Единственное, что не было у них сиденья. Мы у завода еще, конечно, уточним, почему не было, потому что у нас в том же самом 128 плюс сиденье идет в комплекте, да, но, может быть, опять же, это такое, знаете, это практически предсерийные экземпляры, то есть, они максимально на финише, да, то есть, и, в принципе, из тех моментов, которые мы дадим обратную связь, я просто сейчас поговорю о тех минусах, которые я сейчас увидел, и хочу дать обратную связь на завод, чтобы непосредственно уже это устранили, в серийке были уже прям конфетки. Дальше, что мне еще из-за моментов не понравилось, то, что оплетка, оплетка, друзья, ну, да, она, в принципе, на всех ультронах последних, она такая была, ну, Лен, ну, завод, друзья, ну, посмотрите, вы смотрите, а вы смотрите это видео 100%, поставьте там перевод, да, там, послушайте на китайском, я вам просто скажу, ну, поменяйте вот эту оплетку, сделайте, пожалуйста, как вот на Minimotors Dualtron, да, это шикарно, красивая, визуально просто обалденная оплетка. Оно будет смотреться классно, да, то есть и придавать эффект тоже, это вроде мелочь такая, но тем не менее, да, то есть оно делать приятно, потому что я сам люблю самокат или транспорт, да, то есть мне нравится, когда все идет, вот, сочетание красиво, стильно и гармонично, тем более, там, это стоит не так дорого. Руль, я, честно скажу, что, по мне, как будто здесь небольшая такая коллаборация с, не знаю, с чем, но тот руль, который был, намного лучше, по мне, по крайней мере, как минимум, он удобнее, с точки зрения складывания, поэтому такие рули я на каких-то моделях у самокатов тоже встречал, но, по мне, я хочу, чтобы завод отвернул те рули, которые были на всех серийных самокатах Ultron. В принципе, постарался сейчас, то, что визуально увидел минусов, да, друзья, чтобы вы не подумали, что я, повторюсь, что только расхваливаю, из плюсов, что я ощутил, это подвеска, подвеска мне понравилась, очень шикарная, то есть еду, прям ехал, скорость максималка, ну, говорю, где-то около 40, наверное, разгонялся, вот так вот, примерно, плюс-минус, волшебно, просто еду, вот, прям, вот, кайфую, да, вот, такая, вот, прям, крузак уже 300-й, как и говорил. Сзади изменения, кстати, тоже на обоих самокатах, это опоры для ноги. Если сейчас смотрят данное видео любители Dualtron'ов, мини-моторс, если вы помните, друзья, на те же самые Thunder'ы, на Ultra, Ultra 2, там, Dualtron 3, другие модели, есть отдельно для Dualtron'а схожая такая вот конструкция, опора для ноги, то есть, вот, визуально он, прям, выглядит один к одному, ну, честно. Соответственно, здесь можно его использовать, как и переноска, да, вот, то есть, взяли мы с вами, и как опору для ноги. Сюда же у нас в конце интегрирован, и строен, получается, стоп-сигнал, габариты, получается, и поворотники. Поворотники, кстати, если сравнивать с предыдущими стопорями, они, он более эффектный и более заметный, здесь могу сказать точно, но у меня немножко такая, знаете, вот, удивление с точки зрения того, насколько это будет практично, нахождение данного стопоря здесь. Смотрите, опора для ноги, в принципе, вроде как, да, нагрузки, а нет, да вот, она идет, нагрузка, прям, сюда, вот, в стопаре. То есть, я к тому, что, если мы с вами едем, и не означает, да, то есть, не рассчитали угол наклона, и пятку закинули чуть выше, тем самым мы с пяткой упираемся просто в стоп-сигнал, и я думаю, что жить стоп-сигнал, там, с учетом нагрузки, как вы будете ездить, да, то есть, на месте он побудет еще недолго. Потому что он просто, мне кажется, сорвется и раздолбается в пух и прах. Поэтому, в этом плане, конечно, я считаю, что нужно его, как минимум, либо подопустить пониже, еще оставить такой зазор, да, либо его просто как-то переместить вот сюда, что ли. Но, опять же, сюда перемещая, он будет выпирать на подвеске, будем отрабатывать с вами, то, соответственно, он будет в крыло биться, скорее всего. То есть, здесь нужно тоже, ну, прикинуть, подумать, как вам в формате сделать. В общем, друзья, в комментариях оставьте, пожалуйста, ваше мнение, и ваше пожелание, и как вы сами думаете, куда лучше нам его пристроить, для того, чтобы можно было убрать эти риски, которые сейчас я вам показал. Сзади у нас, кстати, еще дополнительно идут такие орлиные глазки. Орлиный глаз по одному с каждых сторон. То есть, он стоп-сигнал, получается. А поворотник он на... Нет, нет. Ну, просто габариты работы, получается. В принципе, что касаемо гнезда. Давайте, с этой стороны у нас находятся гнезда для зарядного устройства. Стандартные, они, в принципе, здесь без изменения. По две. На каждом самокате. Двумя зарядкой можно заряжать спокойно. Гидравлика стоит, тормоза. Тормозной диск 160-й. Да, 160-й стоит у нас. Клиренс, друзья, здесь космос, как вы видите. Но мы сами измерим. Русская, народная рулеточка. И сейчас... Так, самокат вроде ровно стоит. 22 сантиметра чистых. Ну, это прям огонь. Прям, по мне, отлично. Что касаемо освещения. Давайте посмотрим по освещению. Освещение у нас осталось таким же, как и было. Да, такое же осталось. Артик, но также без ангельских глазок. Стоит сигнал. Здесь все без изменения. Руль регулируется по высоте. Все стандартно, друзья. Систему управления. Давайте на рулевую часть перейдем. Посмотрим с вами. Здесь, ну, руль я вам уже показывал. Курок стоит стандартный. В принципе, достаточно достойный. MS668. Кнопка сингл и эко-турбо. Это полный привод. Кто не знает, и задний привод. Вольтметр с ключом. Система управления светом. Поворотники. И сигнал. В принципе, здесь все по стандарту осталось. Без заменений. Ну что, друзья. Мы сейчас с вами поговорили о данных самокатах. Познакомились. Сейчас немножко еще покатаемся. Посмотрим, как подвеска себя ведет. Потому что не переключаемся. Идем дальше. Так, друзья. Сейчас выехал на X5. Обычном. 3,2. То есть не про. 3,2. А на 35 ампер часов аккумулятора. Просто поеду сейчас немножко. Посмотрю, как подвеска себя ведет. Так, вот сейчас съеду с большого, получается. Опа. Опа. Ну, сейчас сколько? Видимо, здесь я до этого ехал на X5 Pro, когда самокаты только снимать планировали, съемки делать. Там, видимо, точно настройки какие-то стоят другие, потому что по настройкам тот он был прям очень плавный. Здесь прямо X5, он, конечно, по агрессивнее в этом плане. Первая скорость стоит. Ну, друзья, подвеска, скажу так, что, в принципе, она не пробивает. Вот я прыгаю, да, то есть, в принципе, нормально. Кстати, друзья, сейчас еще отдельное видео запишем. Хочу записать на по Ultron X5, X5 Pro разбор сделать самокатов и отдельно, ну, в этом уже видео, где будем разбор делать, замерим скорость, максималку. Нет, самокат бодрый идет и даже честно скажу, если сравнивать по воблингу, вот сейчас я смог разогнаться, сколько где-то, 45-50 километров, наверное, ну, 47 где-то так вот, да, опять же, по курку. Воблинга я не почувствовал, ну, не поймал. А понятное дело, что там воблинг там на 60-70 можно, но, помню, Толь 128+, когда первый только появился, да, то есть, еще и без демпфера, что-то там воблинг у нас 40 километров, мы только, наверное, 35 или 40 мы уже набирали и уже воблинг, он уже воблил. Поэтому здесь, что могу сказать, что это не ТТ 128+, и, в принципе, надеюсь, что здесь этого вообще нету, то есть, вполне возможно, может быть, даже демпфер не понадобится, как таковой, да, то есть, но посмотрим. Нет, подвеска прямо отличная, кстати, друзья. Вот сейчас, смотрите, да, вот съехал с этих вот бордюрщиков, вот видите, да, на камере, не почувствовал, ничего не пробило. Поэтому мои страхи, как и ваши, наверное, и удивление от того, что почему только стоит одна сзади подвеска, сумм, она, в принципе, не подтвердилась, все нормально. 2000 лбсовки достаточно, по крайней мере, по ощущениям, именно так. Ну что, друзья, вот и познакомились мы с новинками, была премьера самокатов ультрон x5 и x5 pro. Мне очень приятно было вам рассказать о этих самокатах, и мне очень будет вдвойне приятно, если вы дадите обратную связь и в комментариях оставите ваше мнение и ваше пожелание о каких-то, либо, может быть, доработке, или что вы хотели бы, чтобы добавить в эти самокаты. Снимаюсь специально для вас, поэтому с вами был Станислав, и я жду вас у нас на магазине, на тест-драйве, торговый центр электроника на Пресне, метро 95-го года, 200 метров от метро, также есть парковка, проезжайте, буду рад, постоите, покатайтесь, прокатитесь на самокате, для себя поймете, что это за самокат, насколько он вам нравится, не нравится, да, то есть поэтому в наличии они у нас постоят. Поэтому я вас жду, с вами был Станислав, всем удачи, пока-пока!